привет мужики сегодня хочу поделиться с вами одной из своих тренировок одной из своих свежих тренировок в которой я объединил спину и грудные я надеюсь вам тренировка это будет очень полезно и понравится потому что это классная тренировка попробуйте сразу хочу вам сказать что я не люблю объединять очень крупные мышечные группы в один в одной тренировке то есть например в этой тренировке будет грудные плюс спина и грудные и спина это это очень мощные мышечные группы особенно вы понимаете размер спины и там очень много очень много разнообразных мышц в спине так же самое как и в грудной вот если вы эктоморф и хардгейнер то вам нужно очень осторожно подходить к таким тренировкам вы должны понимать что ресурсы организма они ограничены если вы эктомор хардгейнер то вы ваше тело скорее стремится похудеть чем они набрать массу поэтому если вы будете давать слишком большую нагрузку на тренировки например тренируя и грудные и спину на массу то вы можете перерасходовать свои ресурсы и просто организм не сможет восстановиться нормально и это потянет за собой снижением иммунитета моментальное можно даже приболеть или будете чувствовать себя не так бодро как обычно то есть будьте очень аккуратны но есть выход вот последний месяц наверное я сделал в раках разнообразия своей программы вот такую тренировку вставил то есть я убрал отдельный день на спину но у меня остался отдельный день на грудные мощный 1 отдельный день на грудные на массу да вот в этой тренировке у меня акцент идет на спину что я хочу вам сказать опять же вы знаете да почему начинается с приседания думаете смотрите мой канал уже должны понимать зачем я делаю приседания начали тренировки если нет посмотрите есть даже отдельное видео на эту тему про приседания у меня на канале так вот в этот день я делаю акцент на спину и грудная у меня идет здесь просто как вторая во первых мышцы антагонисты до грудные и и грудные в этой тренировке буду тренировать не на гипертрофию не на массу я не буду давать критическую и нагрузку для грудной такую нагрузку которая которую вы делаете когда они уже не можете поднимать вес до до полного отказа здесь я не буду делать такую нагрузку для грудных здесь я так буду нагружать спину то есть спина здесь будет у меня в этой тренировке просто сходить с ума да если можно так сказать вот от этой тренировки это будет тренировка до отказа для спины но не для грудной то есть основная идея этой тренировки основной посыл мы тренируем тяжело только одну мышечную группу в один день да потому что мы эктоморфы и набирать на массу не так просто да ребятки вы знаете как это не просто вот поэтому грудная здесь будет направлена тренировки на максимум шесть семь восемь повторений не больше то есть это это не считается силовая тренировка потому что силовая идет от одного до трех раз да я такие не делаю практический тренировок вот сейчас смотрите это я уже разогрелся перед этим всегда ребята помните что нужно разогреваться вот смотрите вес значит довольно средний здесь сколько там около 50 около 60 60 килограмм до вес средний и обратите внимание на хват об этом расскажу позже здесь в жиме лежа я не буду свою грудную убивать я не буду я доводить до отказа и не буду до предела и доводить я остановлюсь за два три подхода до отказа я хочу на этой тренировке потренировать грудную довольно мощно но не до отказа чтобы не вызвалась гипертрофия да это более экономная тренировка ресурсов для грудных акценты делаю на спину так я думаю что нормально объяснил этот момент теперь смотрите почему такой узких вода вы можете сказать блин ты чё пацан ты же тренируешься с трицепс и в этом будет большая ошибка и один из секретов как качать грудные если вы высокий я имею ввиду рост метра восемьдесят и выше даже метр восемьдесят два наверное выше вот у меня 185 сантиметров и меня мало того что высокий у меня еще руки непропорционально длинные руки как обезьянки да они очень длинные и тренировать грудные когда у вас такие длинные руки и довольно узкое тело это больше пловцовая комплекция совершенно не так как у других ребят если вы видите в зале супер широкий жим и супер широким хватом ребята это все не для вас вам просто никто не говорит правду или вы не может быть еще сами не поняли как работает ваше тело просто прислушайтесь и попробуйте делать жимы как вы только что видели до перед этим упражнением попробуйте делать джим узко узким хватом но узким хватом еще раз если надо будет вам перемотайте посмотрите на какой ширине я брал узким хватом но локти вы должны будете разведить в этом жиме в стороны и это ключевой фактор почему будет нагружаться ваша грудная они трицепсы потому что локти вы будете раз разводить в стороны они сводить к телу и опускайте вес к животу то есть у вас вес будет двигаться по дуге в жиме лежа от живота до примерно уровня грудных сверху до потом еще раз посмотрите видео и обратите на это внимание теперь вот очень классно упражнение вот эта тяга до штанги в наклоне очень крутое упражнение для мышц спины я делаю вот часто именно обратным хватом обязательно используйте кистевые лямки кто бы вам что ни говорил возвращаемся грудной то есть смотрите как я показал вы должны заметить что я делаю сначала грудные потом спину потом опять это за счет грудным потом спину то есть я даю нормально отдохнуть и грудным и спине это очень важно чтобы меньше было в них кислоты молочной кислоты я сейчас говорю больше про мышцы спины потому что здесь грудная не доводится до состояния когда у вас жжет здесь вот вес видите это максимально вес на этом тренажеры вообще и я не сделал до отказа и опять перехожу на спину обратите внимание на хват попробуйте таким хватом это я уверен что у вас есть в зале такой гриф это не просто так я выбрал такой гриф на потому что мне я могу так лучше почувствовать свою спину и она как-то более анатомично более естественно сокращается мышцы спины просто движение более комфортно в плечах вообще максимально старайтесь следить за тем как работают ваши плечи в движениях вот для спины чтобы им было комфортно потому что очень такое упражнение которое может не очень хорошо отразиться на ваших плечах вообще тренировка как жимы так и тяги всевозможные всегда думать о том комфортно ли вашим плечам потому что веса здесь что в жиме что в тягах до блока блока сверху и вообще тях на спину они не то чтобы очень большие но они довольно приличные они гораздо спина гораздо мощнее чем плечи ваши и поэтому просто вы можете при неправильном движении повредить свои плечи поэтому думайте а всегда слабом звене когда делаете базовые движения вы должны понимать что там может быть резюме чрезмерная нагрузка думать о ваших плечах ребятки пожалуйста так теперь смотрите то что я вам говорил у меня и в этот день акцент на спине идет я потренировал грудную станке то что вы видели да только что теперь я пошел на блок тяга сверху блока тяга сверху блока делается до отказы конечно вы не забывайте перед этим вы должны все разогреть максимально разогреть чтобы мышцы были теплые и спине каждое упражнение довожу до отказа это ключевой фактор вы должны понимать что без отказа не будет прогресс если вы натурально тренируетесь ребята у вас не будет просто гормона нужного в крови а нет гормонов нет роста нет гормона роста нет роста здесь все очень просто вам нужно выработать свой собственный гормон на тренировке вы должны добиться это тяжелыми условиями для своей тренировки тяжелым условиям для своей мышцы на для своих мышц это очень важно вот одно из моих любимых упражнений кстати очень классно развивает ширину спины и толщину ее я ее назвал тяга это актер такой да вы знаете наверно аквамен смотрели вот это очень любимое его упражнение я иногда делаю с лямками иногда без лямок смотря какой вес да у меня очень хорошее упражнение его можно хорошо прочувствовать попробовать его можете делать вариант сидя на полу можете попробовать вариант с одного колена когда вы стоите рядом перед станком и делаете с одного колена да вот как предложение дам парень девушки делать в такую позицию становитесь и делайте не предложение девушки отделаете свою спину очень классно упражнение старайтесь по максимуму выключать в этом упражнение бицепс ну вы как я думаю по ним заметили ждать что у меня видео направлены принципе не на новичков потому что я сам довольно давно уже тренируюсь и понятное дело мои тренировки просто не каждый новичок потянет поэтому но все равно я буду говорить о каких-то мелочах вы уж если это все супер знаете но ребята извините пропустите тогда это мимо ушей но я и какие-то мелочи все-таки буду рассказывать может возможно для вас это очевидно но опять же не забывайте про бицепс в этом упражнении и зачем я привязываю эти кистевые лямки да кто-то вам может и говорить что у вас ослабнет хват будут какие-то проблемы с кистями ребята на тягах когда вы держите вот так делаете тяговое движение на тягах лямки просто обязательно не будет лямок у вас самое слабое звено здесь это ваше предплечье вот в этом движении то что я вам говорил думать о самом слабом звене да помимо спины здесь слабее спины и у нас плечи да потом дальше по цепочке идут у на что идут у нас предплечье рука руки довольно мощные но тоже нужно руках думать но мы должны выключить здесь бицепс по максимуму мы должны тянуть спиной не спешите особенно в обратной фазе движения заметьте как медленно я опускаю обратно вес вот даже я делаю паузу где-то в середине амплитуды это все не просто так это нужно практиковаться и нужно до автоматизма это доводить не бросайте вес обратно это просто 50 процентов вашего успеха ребята итак кистевые лямки помогают вам мозг концентрировать мозгу сконцентрироваться на работе спины вы отключаете свою концентрацию от кистей и тем самым вы больше думаете о спине а в нам нужно что супер отлично да нам нужно потренировать нормально спину а не думать о руках и не включать их руки это просто помогает выключить ваши руки тем самым вы во первых будете больше тянуть во вторых вы просто будете более качественно прорабатывать спину поэтому вот я те лямки вообще сам сделал ну и купите они недорогие на самом деле ну где заморочился самых пошел мне захотелось сделать себе их самому такие как мне нужны лямки вы обратили на внимание как происходит тренировка спины всего лишь одно было жимовое движение штанги станка на грудные теперь я перешел на спину сделал тяга сверху блока потом я сделал тяга на прямых руках канатом до следующий номер три упражнения была тяга мама так называемое и вот уже четвертое упражнение в связке это идет я даже не знаю как и называть квадра сет до какой-то вот это четвертое упражнение на спину и она каждая делается до отказа я рекомендую делать таких примерно примерно три круга таких делать если вы супер супер продвинетесь и будете делать таких четыре круга очень круто ребята очень круто я раньше всегда делал по четыре подхода среднем данная каждую мышечную группу но когда начал делать вот это упражнение до отказа то 4 это мне было стало слишком много я сделал всего лишь три это первый круг из из этих из этой тренировки первый круг такой идет довольно разогревающий и не до отказа не до критичного отказа остальные два круга мы делаем каждое упражнение мы делаем до отказа так продолжим смотрите опять начинаем делать жим на грудные только теперь мы делаем и под углом да вы видите смотрите на какой ширине я взял хват и посмотрите куда я вывожу локти они не под не возле корпуса двигаются они двигаются чуть-чуть сторону разводятся вы должны как будто бы соединять бицепсы в воздухе тянут тянуть бицепсы друг другу вот чтобы правильно почувствовать это движение тогда вы заставите свои грудные работать по максимуму да здесь есть акцент на середину грудных это очень классно упражнение попробуйте и просто прочувствуйте если вы похожи на меня комплекции на вас это может очень круто поработать вот я не очень люблю делать жимы в этом тренажере но вот именно в этом движении она вам очень помогает хорошо чувствовать вот и в зале у меня нет нормально тренажера в принципе на под углом 30 градусов проработать вот я стараюсь отдела гантелями но здесь в этом случае это оправданное можете сделать это движение именно в этом тренажере как вариант вам предлагаю можете сделать со свободным весом как вам удобно это я так думаю что вы наверно даже в зале не видели что-то делал подобное движение по не мере правильно возможно кто-то делает его на трицепс но вы должны понимать важное отличие локти у нас должны работать в сторону мы должны их разводить чуть-чуть в сторону а теперь смотрите почему я делаю ноги совсем к чему здесь до ноги вы можете сказать это один из секретиков которые он рассказывал предыдущих своих видео я это делаю чтобы искусственно продлить свою тренировку потому что в за час все ложится очень сложно и вот примерно за 20 минут до конца тренировки я делаю специально вот такое движение для ног чтобы максимально нагнать туда кислоты молочной я довожу до бешеного жжения в ногах вы должны просто это должна быть боль в течение 10 секунд понимаете вы делаете один два таких подходе к вставляете в конце тренировки тем самым вы просто сможете продлить свою тренировку еще дольше вы нагоните гормонов кровь и это будет очень круто сказываться на всем вашем теле да там это маленькая мышечная группа работает в том движении но поверьте кислоты там получается отличное количество вы если вы раз его хоть делали правильно на раз 25-30 раз в том тренажере вы почувствуете какая там была кислота так ребята если остались какие-то вопросы по поводу этого видео я надеюсь вам понравился тренировка я с вами поделился если какие-то есть вопросы задавайте под этим видео или пишите мне в инстаграм ставьте лайк если понравилось подписывайтесь и я обещаю впереди новые крутые видео и всем удачи ребята ребята